Ну че, ребятки, всем хай, вы на канале Эйкзи, и в этом видосике у нас будет, конечно же, игрушка под названием Angry Shark World. В эту игру, кто не знает, добавили новую акулу, и меня просто проспамили комментариями, чтобы я заснял наконец-таки этот видос. И благодаря вам, именно благодаря вам, выпустился этот видос. То бишь, если бы не вы, то этого видео, скорее всего, бы даже не было. Какой же, как же, знаете, как же непривычно записывать видео, когда не записывал две недели. Это, ну, реально, сейчас прям очень сильно себя как-то чувствую, не особо-таки комфортно, такое чувство, будто я вообще никогда не записывал видео. Ну, типа, очень-очень отвык, скажем так, отвык. Ну что, давайте сейчас, прямо сейчас запустим Angry Shark World, и посмотрим, что там добавили. Сразу же новый экран, мы видим новый экран. Вот, Бравл Халла, что такое Бравл Халла? Это какая-то игра, скорее всего, или какой-то, не знаю, ивент, который здесь сюда добавили, возможно. Ну, ну, не может же быть просто так, чтобы добавили Бравл Халлу. Такс, я уже здесь покупал несколько акул, и, собственно говоря, в некоторых моментах я очень сильно уже разочаровался. Ну, обо всем по порядку. Короче, это обновление, если я не ошибаюсь, 5.0.0. И давайте зайдем сразу же в настройки. Что здесь обновили? Первое, так это, вот видите, графика. Здесь добавили такую штуку, то бишь, вот, низкая, средняя, высокая и ультра. Это очень круто, ну, немножко, так, знаете, более удобно стало. Но прикольно, что они вот это вот сделали, и все. Больше здесь ничего такого нету. Какое-то предложение. Здесь оно появляется каждые 24 часа. Вот, это, конечно же, понятно. Это мы покупать ни в коем случае не будем. Так, нажимаем играть, и сразу же, что бросается в глаза? Ну, к примеру, что бросается мне в глаза, так это сплэш пасс, или же батл пасс, который сюда добавили. Не помню, в каком обновлении, но добавили его сюда. И, честно, лучше бы его здесь просто не было, потому что он просто мозолит глаза. Ну, то бишь, вот, он даже закрывает лицо акулы. Зачем вы его сюда добавили? Зачем вы вообще добавили сюда батл пасс, разработчики? Ну, зачем вы это сделали? Ну, объясните мне. Я так бы хотел просто поговорить с разработчиками, хотя бы с одним разработчиком. Просто побазарить, зачем же он это все сделал? Дальше, что сюда добавили такого интересного? Это питомцев. Смотрите, не туда я зашел, извиняюсь. Не туда, не туда. Короче, здесь, получается, было два вот этих вот питомца. Вот, вот эти питомцы, они уже были. Сюда добавили новых два питомца. Это шестиножка, типа какой-то осьминог. И бот. Да, очень оригинальное имя, скажете вы. Я с вами соглашусь. Просто бот. Круто, конечно, разработчики. У вас очень хорошая смекалочка. Наверное, очень долго думали. Так, больше здесь у нас ничего такого нету. Стоп, реактивный ранец. Он разве вот так вот выглядел? Мне кажется, или они изменили текстурку, скорее всего, да? Потому что я не помню, чтобы он так выглядел. Но это круто, кстати. Это круто, что они такое вот сделали. Больше здесь ничего нового. То бишь, вот здесь ничего нового по ускорению нету. А вот здесь есть много чего нового. То бишь, вот здесь есть куча новых, скажем так, аксессуаров. Только эти все аксессуары нужно выбивать с помощью сплэш-пасса. Просто офигеть можно. То бишь, чтобы выбить, допустим, вот этот вот аксессуар, что нужно? Что нужно? А, бесплатный. Все-таки окей. Здесь можно и на бесплатном выбивать аксессуары. Но, короче, такая себе тема. Я все равно не понимаю, зачем они это сделали. Короче, они много аксессуаров переместили в сплэш-пасс. По непонятной причине. Смотрите, даже вот это. Они кучи предметов просто переместили в сплэш-пасс. Разработчики, зачем? Ну, зачем вы портите игру? Зачем вы ее еще более сильнее портите? Зачем? Так, здесь у нас тоже куча предметов в сплэш-пассе. Но это и неудивительно, скажем так. И давайте теперь зайдем в раздел акул. Самое интересное, пожалуй. Значит, сразу же давайте. Смотрите. Смотрите, в чем очень сильно я разочарован. В чем очень сильно я разочаровался. Вот мы, допустим, листаем акулы. Да, вот. Листаем дальше, дальше, дальше. И еще раз дальше. Просто вот, просто листаем акул. И стыкаемся вот с таким вот. Да. Очень неприятно, согласитесь. Акула-нянька. Доступно в сплэш-пассе. Приехали. Все. Нажимаем сюда. И здесь у нас что? А здесь нам нужно покупать платный сплэш-пасс, чтобы выбить акулу. Все. Ребят, все. Теперь эта игра испорчена просто максимально сильно, чтобы вы понимали. Потому что, чтобы выбить акул, вам нужно покупать сплэш-пасс, чтобы вы понимали. Смотрите. Сейчас на данный момент у меня установлена взломка. И даже взломка не может это все оформить. То бишь, вот сплэш-пасс, мне нужно его еще покупать. Понимаете? То бишь, нет взломки на сплэш-пассе. Почему-то я не мог найти. И это очень странно. Меня это даже пугает отчасти. Типа, почему нет взломки на сплэш-пасс? То бишь, сплэш-пасс здесь нужно покупать. Он не взломан. И это меня очень сильно пугает. Окей. Окей. Давайте идем дальше. Ну вот пофиг с этой акулой. Да. Будем идти дальше. Почему я опять на мегалодоне? Ну что такое? Так. Вот мы идем дальше. Да. Ну фиг с ним. Да. Только она акула. Пофиг. Пофиг. Идем дальше. Вот. Мы идем дальше, 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 дальше. И что мы здесь видим? Мы здесь видим легендарная белая акула. Кто ее помнит, кстати, у меня тоже был обзор на эту акулу. Ее здесь тоже добавили в сплэш-пасс. Ну, вот такой вот, да. То бишь, вот. Добавили в платный сплэш-пасс. Просто офигеть можно. Вообще, можно было бы посмотреть, что здесь такого. Давайте, давайте, с самого, самого, самого низу я хочу посмотреть, что здесь все-таки можно выбить с этого сплэш-пасса. Вот хочу просто посмотреть. Чисто ради интереса. Смотрите, первое, это акула-нянька на первом уровне. И можно собрать этого питомца, но пока что я этого делать не буду. И эту акулу, причем, вот видите, я никак ее не могу собрать. То бишь, вот, я могу продлить вот это, но собрать вот эту награду я никак не смогу. Окей. В таком случае мы просто будем смотреть, что у нас идет дальше. Так, здесь у нас скин. Скин на акулы. Окей. Усы. Вот это вот все. Окей. Так, аксессуары. Не особо-таки интересно. Так, сидим дальше. Вот, здесь у нас уже идет питомец. Это уже более интересно. Еще один питомец. Здесь уже матерая белая акула. Кстати, здесь добавили вот эти вот акулы, которые почему-то из игры убрали. Но, короче, в любом случае у меня был обзор на этих всех акул. Так что, слава богу, больше мне не придется на них обозревать, потому что это плохие акулы, мягко говоря. У них не было никаких способностей. Я не понимаю, зачем они вообще их добавили. Чисто ради, чисто ради, я даже не знаю, ради чего. Так, идем дальше. Здесь у нас мифическая кость в носу. Это разве было? Не помню. Так, сбот. Что это за бот? Ну, пожалуйста, объясните, что это такое? Что он делает? Какова его фишка? Что он вообще делает? Боже мой. Так, окей. Окей. Дальше у нас идет шестиножка. Дальше у нас идет оружие. Короче, вот эти ранцы. Вот это все. Вот, да, 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 да. Вот. Легендарная белая акула. Так, дальше... Давайте дальше, наверное, мотать не будем, потому что, скорее всего, дальше будет какой-то спойлер. Я не хочу просто сейчас спойлер словить. Надеюсь, что... Давайте лучше не буду рисковать. Я просто хочу первую реакцию записать. Я не хочу сейчас словить какой-то спойлер. Так что давайте, в любом случае, идем в акулы. И сейчас посмотрим, какая же здесь акула, наконец-таки. Какую же сюда добавили акулу. Такс, ну что. Мы будем листать и приближаться к нашей акуле. Такс, большая мамочка. Окей. Косатка. Ага, радиоактивная акула. Акула зомби. Бас. Идем дальше. Ребят, мы идем дальше. Матерая белая акула. Акула-робот. Темная мифическая акула. Ея. И что у нас? Древний мегалодон. Дальше у нас главная акула-зомби. Акула-полураспада. Меха-годкула. Шин-годкула. Боже мой, с этими именами просто можно запутаться. Такс. Акула-бездна. Все. Все, да. Я помню, я помню, что мы на этой акуле и закончили. Следующая акула. Это у нас будет уже новая акула. И интересно посмотреть. Блин, я надеюсь, что ее можно будет купить сразу же за монетки. Либо же за жемчуги. Потому что я не хочу сейчас открывать Game Guardian и взламывать игру на вот эти вот руны, которые мне пришлось собирать, чтобы открыть акулу-бездны. Окей, все. Я готов. Я вижу, что там уже торчит хвост. Там уже, вот видите, хвост торчит. Мне очень интересно сейчас просто посмотреть, что же там скрывается. Вот все. Я готов. Я готов. Готов, ребят? Просто очень-очень волнующий момент. Все. Погнали. 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 Бам. Просто делаем бам. И пугающая промотель. Что? Простите меня. Что я вижу? Что я вижу сейчас? Ну, пожалуйста. Кто-то может объяснить, что это такое? Во-первых, почему она такая, скажем так, смешная, какая-то странная, что ли? Потому что у нее очень странное тело. Она... Стоп. Я вообще что-то не выкупаю. Это же как большая мамочка, только переделанная. Разве нет? Разве нет? Это же... Секундочку. Я должен просто проверить. Я должен просто на всякий случай проверить. Так, где у нас белая мамочка? Ой, не белая мамочка, а большая мамочка. Эм... Ну, смотрите. Большая мамочка выглядит не так плохо. А что они... То есть, они взяли большую мамочку. Правильно я понимаю. Они взяли эту акулу и просто взяли ее переделали. Но зачем? Зачем разработчики? Ну, боже мой. Боже мой. Пожалуйста, объясните разработчики. Я к вам обращаюсь. Почему вы такое делаете с игрой? Почему вы добавляете таких плохих, бесполезных акул? Ну, ладно еще. Может, эта акула и не бесполезна, потому что я еще за нее не играл. И без понятия, что она из себя представляет. Но почему вы не можете добавить новую акулу? Вы понимаете, что такое новая акула? Новая акула это тогда, когда вы добавляете совершенно новую акулу. А не просто берете и копируете. Ну, смотрите, что это такое. Космический алан. Знаете, что это за акула? Эта акула была скопирована с Hangry Shark Evolution. Да, да, кто не знал. Такой вот интересный факт. Также и акула бездны тоже была скопирована с Hangry Shark Evolution. Круто. То бишь, разработчики просто берут и даже вот смотрите. Вы смотрите, что они даже здесь сделали. Они, получается, две акулы добавили. Мега Гудкула и Шин Гудкула. То бишь, две акулы, которые почти ничем не отличаются. И такие же акулы есть и в Hangry Shark Evolution. Ну, блин, ну что вы делаете? Ну, зачем? Зачем вы такую фигню делаете? Ну, разработчики. Зачем так портить игру? Объясните мне. Я реально, я просто не понимаю. Смотрите, вот. Темная магическая акула. Идем дальше. И здесь у нас акула бездны. Как же оригинально. Просто у меня начинает бомбить. Но почему, когда я каждый раз захожу в эту игру, почему каждый божий раз у меня начинает бомбить, когда я вижу, что они сделали с игрой? Что? Ну, ну что? Ну, зачем? Еще тоже такой вот интересный факт. Просто вот идем сюда. Радиоактивная акула. Вот это вот, допустим, вот акула-зомби, радиоактивная акула. Идем дальше. И что мы видим? Вот акула-зомби. Вот мегалодон. И вот акула полураспада. Ну, просто офигеть. Ну, разработчики. Ну, это уже никуда. Это просто уже ни в какие рамки. Серьезно. Это уже просто никуда не лезет. Я не понимаю, что они будут добавлять дальше. Я надеюсь, что они не будут такого больше делать. Но кто его знает, честно. Ну, ну это какой-то трэш. Ну, конечно, вы меня извините. Но это просто. Я не могу даже описать это словами. Потому что... Ну, такого нельзя делать. Зачем вы так портите игру? Зачем настолько сильно портить игру? Они добавили еще были вот эту вот акулу под названием Ея. И тоже такая себе акула. Честно говоря, мне вообще не понравилась. Вот. А теперь вы добавили точную копию большой мамочки. Только вы ее немножко изменили. И в итоге это новая акула. Ну, просто офигеть. Честно, я очень разочарован. Я сейчас просто в огромнейшем тильте. Я просто не понимаю, что происходит с разработчиком. Честно, у меня такое чувство, как будто разработчикам вообще ничего не платят. Ну, у них же в компании кто-то должен работать, правильно? Так почему, почему вы работаете так плохо? Неужели так сложно взять и придумать новую, совершенно новую акулу? Неужели это настолько сложно? Вы эту акулу сколько обновлений? Ну, через какой период времени вышло это обновление? Месяц или полтора месяца? То бишь, вы хотите сказать, что вы эту акулу разрабатывали месяц, да? Ну, нет, 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 я отказываюсь в это верить. Боже мой, во что вы превратили игру? Зачем? Зачем? Я не знаю. Честно, я не знаю, куда может быть хуже. Я не знаю, что еще может быть хуже, чем вот это вот, да? Это уже ни в какие ворота. Это просто уже ни в какие ворота. Ну, ладно, давайте будем, не забываем, что сегодня у нас обзор акулы, так что давайте будем начинать к этому обзору приступать. Значит, акула у нас стоит 10 тысяч жемчуга, что, в принципе, довольно-таки много, но мы можем себе позволить, так сказать. Вот, по характеристикам здесь у нас скорость 625, укус 457 и ускорение 650 также. Такс, и давайте теперь зайдем, а, вот описание, смотрите. Смотрите, погибель план... что? Что? А, погибель планеты возвращается, чтобы обрушить на землю адское пламя. Угу, то бишь, здесь сразу такой спойлер, что у нее будет адское пламя. Я угадал? Я угадал, наверное. Но это мы еще увидим. Такс, сразу же, что меня смущает, а почему у нее типа как корона какая-то, вот видите, это типа как какая-то корона. Да, так оно и есть, это корона какая-то. Это как будто отсылка к какой-то игре, серьезно, у меня такое чувство, будто это реально отсылка к какой-то игре. Скорее всего, так оно и есть. И у акулы, кстати, 445 хп, что не есть очень много. Или есть много... А ну-ка, давайте сравним. Да, это не есть много, это не есть много, окей. Окей, ну что, давайте еще зайдем вот сюда вот. Сразу же, что я вижу? Пугающая пром... проматы. Почему ее вообще так назвали? Пугающая проматы. А что такое вообще проматы? Ааа, боже ж ты мой, я неправильно прочитал. Ребят, извиняюсь, я очень сильно за это извиняюсь. Я неправильно читал. Как оказывается, пугающая проматерь. Вот как это должно правильно читаться. То бишь, как промать. Промать всего живого, скорее всего, или что-то типа в этом роде. Пугающая проматерь. Ну, типа как... Там у нас была большая мамочка, а это у нас пугающая проматерь. Ну, в таком случае, еще прикольно, что они придумали такое название. Это еще не есть плохо. Окей. И сейчас самое интересное. Это ее способности. Значит, первое. Это ускорение. 5 секунд. Значит, нужно зажимать на экран. Здесь у нас есть описание. Если удерживать кнопку в ускорении 5 секунд, пугающая проматерь превратится в метеорит. Используйте ускорение, чтобы зарядить способность. Метеорит. Звучит очень интересно. Окей. Очень интригующе. Дальше. Следующая способность. Это полный заряд пугающей проматери. Что оно делает, непонятно. Но мы сегодня это узнаем, конечно же. Третье. Это у нас коснитесь кнопки способности, чтобы обрушить солнечную волну. И четвертое. Это солнечная волна. Уничтожает всех врагов в области. Вы получаете бонусные очки здоровья и ускорения за уничтоженных солнечной волной врагов. Окей. Понятно. Понятно. Уже звучит очень интересно. Ну, а теперь давайте, пожалуй, купим эту акулу и посмотрим, что она из себя будет представлять. Так. Покупаем. Сразу же посмотрим на анимацию, какая у нас здесь будет. И где анимация? А вот. Угу. Мне кажется, или такая анимация уже была? Такое чувство, будто такая анимация уже была. Но окей. Они все-таки просто взяли и переделали большую мамочку. Как ни крути, это в любом случае это плохо. Окей. Нажимаем использовать. Так. Использовать. И... Блин. А сразу же... Как думаете, может сразу же ее прокачать и обозреть? Или же наоборот это сделать? Хотя, давайте лучше я ее сразу же прокачаю. Только я буду ее обозревать без этих всех штук. То бишь, буду просто с ней играть. Давайте, да-да-да. Давайте ее прокачаем. Все-таки я решил. Давайте ее прокачаем полностью. И тогда уже посмотрим. Но здесь, слушайте. Здесь у нее характеристики будут приличными. У нее характеристики вообще приличные. То бишь, у нее будет ускорение около... 800 сколько? 850. Офигеть. Окей. Посмотрим. Я сейчас буду это все прокачивать. И посмотрим, что у нас получится. Так. Укус у нас 753. В принципе, слушайте. По характеристикам эта акула должна быть очень мощной. И ускорение будет, наверное, 1000. Или даже еще больше. Да, еще больше. Еще больше, чем 1000. Офигеть. Это у нас будет сколько? 1250. Окей. Окей. Я вас понял. А еще что я хотел сделать, так это зайти сюда. В сплэш пасс. И все-таки посмотреть, что у нас идет дальше. Вот до самого конца. Потому что я не пролистал. И мне прямо сейчас очень интересно посмотреть, что же в самом конце у нас присутствует. Такс. Листаем. Листаем. Вот. Мы где-то здесь вот остановили. А, все. Это все. Вот награда 100 жемчугов. Окей. Окей. В принципе, здесь 50 уровней. И вот такой вот мы имеем. Стоп. А сколько он стоит? Он у нас стоит 300. Офигеть. Можно. Это очень много, ребят. Что вы понимали. Это. Я не знаю, сколько это будет. Но это. Это, наверное, будет около 1000 рублей. Или даже еще больше. Но. В гривнах это будет, наверное, 900 гривен. Или 800 гривен. Где-то вот так вот. Примерно. Хотя нет. Нет. Я все-таки перегнул палку. Это будет, наверное, 700 гривен. Где-то вот в районе этого. Это все равно очень много. Понимаете? Кто вообще будет в здравом смысле покупать сплэш пасс? Кто? Кто это будет вообще покупать? Это вообще трэш. Полный трэш. Ну что. А сейчас мы будем приступать к обзору этой акулы. Нажимаем играть. И посмотрим, что сейчас у нас будет. Так. Пофиг. Давай подтвердить, пожалуйста. Только не лагай. Я тебя прошу, игра. Не нужно лагать. Почему я не могу ничего сделать? Я ничего не могу сделать здесь. Что мне нужно сделать? Вот. Все. Пустите, пожалуйста. Пустите меня. Я хочу просто поиграть. Все. Нажимаем играть. И сейчас будет первый обзор геймплея на эту акулу. Окей. Сразу же, что я вижу. Я вижу какой-то таймер. Очень большой таймер. Кстати, он очень большой. И сразу же по поводу, почему я на этой карте. Нет, нет, нет. Я не сюда хотел. Вы меня, конечно, извините. Но на этой карте я играть не хочу. Я хочу пойти на свою любимую карту, так сказать. Вот это моя любимая карта. И в принципе... Стоп. А что здесь по картам? Здесь ничего не добавили. Здесь ничего не добав... Это что такое? Это что такое? The Bay? Это новая кар... Стоп. Вы хотите сказать, что это новая карта? Секун... Я пойду. Я пойду. Честно. Я пойду. Мне очень просто интересно. Неужели они добавили новую карту? Неужели вы это сделали? Это... Это реально новая карта? Офигеть. Разработчики. За это респект. Что это такое? Что это? Это какие-то мины? Или что это? Я не знаю, что это. Ну, короче. По геймплею. Что могу сказать по геймплею? Здесь какой-то таймер. Я не понимаю, что это за таймер. Когда я ускоряюсь, эта стрелочка поднимается вверх. Вот. Она просто поднимается вверх, когда я ускоряюсь. И... Опа! На! Я понял, походу, что такое метеор. То бишь, вот. Чем больше мы ускоряемся, тем более быструю скорость мы набираем. И из-за этого она стоит... Ну, стоит как будто... Ну, вот. Видите? Метеор прям просто летит, как бешеная. Давайте еще больше, больше набираем ускорение. И в итоге, что мы видим? У нас акула вообще превратилась в кого-то непонятно. А что мы делаем? А что... А что изменилось? Она поменяла свой цвет. Смотрите. Мы поменяли свою раскраску. Но... Что это нам дает? Пока что непонятно. Что это вообще за карта такая странная? Почему она такая маленькая? Куда вообще здесь можно пойти? Что это за карта такая странная? Вот. Видите? Мы, типа, обретаем облик метеорита и просто... Не, это офигенно. Это офигенно. Серьезно. Это реально офигенно. То бишь, мы просто сметаем всех на своем пути. Просто как какой-то, вот видите, метеорит, который просто летит. Смотрите. Она просто бесконечно может лететь. Смотрите. Что это такое? Она просто бесконечно летит. Просто у нее как будто бесконечное ускорение. Что? Что это за акула такая? Что? Ого. Смотрите. Вы просто это посмотрите. То бишь, я не отжимаю ускорение. У нас такое чувство, как будто у нас бесконечное ускорение. Это просто трэш. Что вообще происходит? Я просто, я держу ускорение. Я даже не отжимаю пробел. То бишь, я все время на ускорении. И ускорение... У нас такое чувство, будто вообще не заканчивается. Это просто жесть. Это жесть. Что я вам могу сказать по первым впечатлениям? Это офигенно. Так, ну и давайте скорее всего пойду я на другую карту. Потому что это какая-то странная карта. Очень маленькая. Но все-таки очень прикольно, что разработчики добавили новую карту. Так что за это вам респект. Кстати, я набрал почти полтора миллиона очков. И это еще при том, что я вообще не старался. Окей, и сейчас мы будем идти на другую карту. Так, ну что, будем продолжать. И как я и хотел, это пойти с этой акулой, получается, на другую карту. На мою любимую карту. И сейчас можно уже ее по достоинству оценить. И уже сказать свое мнение. Но, слушайте, пока что что могу сказать? Акула-пушка. Акула просто бомба. Она, ну, то, в чем я разочаровался, так это в общем. В общем, что разработчики делают с игрой. Но, если на это не обращать внимания, то, в принципе, слушайте, акулу они добавили очень мощную. Вот, честно. Акула очень мощная. Здесь не поспоришь. У нее просто, у нее бесконечное ускорение такое чувство. Ну, смотрите. Вот, я ускоряюсь. Я не отжимаю пробел. То бишь, вот, я все время на ускорение. Она превращается просто в метеорит. И просто посмотрите, с какой скоростью она, она гонится. И она просто убивает всех мгновенно. Просто мгновенно. Она даже их не ест. Она просто мгновенно все жарит. Все, ускорение все-таки закончилось. Окей. Что это за таймер? Я просто не полностью понял, как он работает. Вот, видите, вот только что прошла волна. И она убила всех вокруг, скорее всего. Это так работает. То бишь, когда шкала этого таймера заполняется, то тогда мы попросту, типа, взрываемся. Но еще бывает такое, что эта акула меняет цвет. Цвет своих волос. Я не понимаю, как это сделать, чтобы она поменяла вновь свои волосы. Постараюсь как-то. Короче, нужно просто много-много кого убивать. Очень много-много кого нужно убивать. И все. Или нет, или я ошибаюсь. Но посмотрим. Вот. Все, пошла золотая лихорадка. Просто посмотрите, что она вытворяет. Она просто бесконечно может вот так вот лететь. И просто прикол в том, что она всех мгновенно убивает. Мгновенно. Это даже ни секунды не занимает. Это просто мгновенно. И это в этом и прикол. Вот, мины. Все. Просто все. Она все убивает на своем пути. Все. Смотрите. А большая. Она даже мега мину убивает. Что? Такого, кстати, я вообще. Вот такого я в шоке. Она может скушать? Нет, она не может скушать мину. Но смотрите прикол. Когда она ускоряется, она просто... Она эту мину просто сжигает, скажем так. То бишь... Блин, я даже не знаю, есть ли еще одна такая акула, которая бы могла скушать вот такую вот мину. Это же вообще... Это трэш. Это трэш. Она просто своим ускорением просто... Все на своем пути. А, и медузы даже. Смотрите. То бишь, то, что она не может скушать сейчас, она может очень легко уничтожить при ускорении. Это офигеть можно. Нет, серьезно, акула, в принципе, не такая уж и плохая. Так что я даже зря и наехал так сильно. Почему я не могу управлять? Все нормально, нормально. Нет, я сейчас походу умру. Не хочу умирать. Нет, нет, не хочу умирать. Вообще не хочу умирать. Короче, все-таки... Все-таки я зря наехал на акулу. Потому что способности у нее действительно очень даже хорошие. Разработчикам даже респект за то, что придумали такую способность. Потому что, ну, это круто. Это реально круто. Если бы еще они добавили новую акулу и сделали бы ее... Ну, добавили ей, короче, вот такие вот способности. Это было бы просто... Это было бы пушка. Это было бы просто пушка. Вот. Так что, блин. Ну, по способностям могу сказать 10 из 10. Серьезно. Это очень крутая задумка, что они вот такую вот штуку сделали. Это очень круто. Типа, первое, так это то, что она набирает вот это вот свое ускорение и становится метеоритом. И второе, так это то, что она взрывается. Когда шкала доходит до максимума, она попросту взрывается. А что будет, если нажать на часы? А, ничего не будет. Стоп. Я взорвался только что. Я нажал на часы и я взорвался. А я что, так могу бесконечно? Ну, еще раз. А, нет, нет. Короче, там, скорее всего, шкала должна быть заполнена до максимума. И тогда, когда я нажму на нее, да? Ну, когда на часы нажму. То тогда мы и взрываемся. Ну, это очень круто, честно. Это очень круто. Смотрите, вот, нажимаю. А, почему-то... А, вот. Оно взрывается, только взрывается со временем. И просто посмотрите, посмотрите, какой радиус взрывной волны. И этот радиус взрывной волны, он попросту всех убивает в этом радиусе. Просто всех. Мгновенно. Блин, ну это очень круто, честно. Акула очень крутая. Даже, типа, наверное, это даже самая сильная акула в этой игре. Потому что это своего рода как и танк, и своего рода как и очень просто бешеный ускоритель, да? Потому что эта акула очень быстрая. Ты просто ускоряешься, и она набирает скорость со временем. Это вообще трэш. Это очень мощная. Это очень мощная акула. С этим не думаю, что хоть кто-то поспорит. Блин, ну, что могу сказать, честно, по геймплею я очень сильно удивлен, так как по внешнему виду я был очень сильно разочарован. Так что, ну, что могу сказать. Вот оценочка по внешнему виду, ну, как я и говорил, могли сделать более оригинальнее. Но не просто, что они сделали, это взяли большую мамочку и накатили другую текстуру. То есть, просто немножечко изменили. И все. И сделали ее, типа, как новой акулой. Но это же не есть новая акула. Мы все это прекрасно понимаем, что это не новая акула. Это просто переделанная акула. Вот. И в этом и самая большая проблема. Что до разработчиков не доходит. Что все фанаты этой игры хотят не просто, чтобы они переделывали акул и их выпускали. А чтобы они делали полностью новых акул. Полностью. По дизайну, по способностям. Понимаете, разработчики. Но когда уже, наконец-таки, до вас это дойдет. Ну, так просто. Но не могут они понять. Они просто не могут этого понять. Мне очень жаль. Очень жаль, потому что у меня были большие надежды. Честно. Когда я зашел в игру, я думал, что здесь будет действительно какая-то новая акула. У меня была такая интрижка. Потому что, ну, честно, мне было очень интересно. Прям очень интересно. Хотел уже побыстрее записать этот видос. Давай посмотреть, какую же акулу они сюда добавили. И в итоге, что мы имеем. По внешнему виду акула, скажем так, так себе. Ну, это мягко говоря. Она так себе. А по способностям, она просто, ну, 10 из 10. Потому что способности у нее действительно очень крутые. Но не понимаю, короче. Я не понимаю, почему разработчики вот так вот берут и нагло копируют акул, скажем так. И с одной игры в другую. Или же наоборот. Ну, зачем? Зачем? Непонятно. И не факт, что хоть когда-то мы это поймем. А так, то, в принципе, думаю, что с этой акулой можно играть просто сколько хочешь времени. Да, то бишь, ну, я уже играю 6 минут и просто даже не чувствую. То бишь, так можно играть очень много времени. Очень много. Так что акула очень сильная. Очень сильная. И по геймплею, по своим, скажем так, способностям, она очень хороша. Честно, вот разработчики. Если бы еще бы вы добавили новую, совершенно новую акулу. Вот цены бы вам не было, скажу я вам так. Просто вы были бы красавчиками. Но вы этого не сделали. Не знаю почему, но вы этого не сделали. Но нужно радоваться, что игра хотя бы до сих пор обновляется. И игру не закинули. Но, к сожалению, ее обновляют не в лучшем, не в лучшую сторону, скажем так. Так оно и есть, в принципе. Потому что, если бы ее они полностью забросили, это было бы с одной стороны и плохо, и не очень плохо. Потому что все бы помнили эту игру такой, какой играли. Какой играли, да? Они просто вот обновляют игру и обновляют. И в итоге, тем самым, они попросту портят ее. Ну, как по моему мнению. По моему мнению, разработчики просто берут и портят игру все более и более сильно. Так что, блин. Ну, что могу сказать по поводу этой акулы? Смотрите, я наиграл довольно-таки немало времени, да? И смотрите, я набил только... А, четвертый уровень, окей, четвертый все-таки не так плохо. Что могу сказать? Как я и говорил, акула не есть плохой. Кстати, что здесь по заданиям, интересно? Может, что-то есть? Нет, особо ничего интересного. Акула не есть плохой. Жаль, что они не сделали лучший дизайн. То бишь, жаль, что они не сделали полностью новую акулу. А просто взяли большую мамочку и ее переделали. Ну, жаль, но что уж поделаешь. Что сделали, то уже сделали. Уже не попишешь ничего, да? Так что, по способностям, как я и говорил, очень хорошая акула. Вот, очень хорошая. Здесь говорится... Так, удивись. А, типа, она обретает другой... Другой... Что это такое? Полный заряд пугающей проматери. Типа, она меняет свой расцвет. Но что это дает? Мне кажется, что это ничего не дает. Она просто, ну, как бы, просто меняет свой расцвет и все. Это не делает ее ни сильнее, ни слабее, мне кажется. Это просто как внешний вид, да? Ничего, ничего большего. Блин, ну, круто, честно. Мне эта акула понравилась. Я думал, что будет все намного хуже. Но все оказалось даже не так плохо, как я себе представлял. Потому что по геймплею эта акула, ну, и по способностям, она очень и очень даже хороша. Серьезно, очень хороша. То бишь, если откинуть то, как она выглядит, то это очень даже хорошая акула. Так что, блин, я очень сильно надеюсь, что разработчики в следующем своем обновлении сделают действительно новую акулу. Новую акулу разработчики. Ну, пожалуйста. Ну, не единственный же я, кто вас просит, чтобы вы это сделали. Ну, есть еще куча людей, которым это не нравится. Куча. Есть таких просто куча людей. Так что, разработчики, пожалуйста, ну, наконец-таки, просто выслушайте своих этих вот, своих фанатов, своих подписчиков. Просто выслушайте и сделайте новую акулу с новыми способностями. Вот, ну, я просто, я не понимаю. Ну, работают они там в студии Ubisoft, да? Это же игра от Ubisoft, если я не ошибаюсь. Неужели так сложно просто, не знаю, ну, заплатить им больше денег, чтобы они сделали что-то получше? Ну, я просто не понимаю, сколько им там платят в студии. Тут какой-то просто трэш. Что им там? Просто оплачивают по нескольким копейкам или как-то вот так вот? Типа, ну, я не понимаю. Я просто не понимаю. Вот, типа, просто такой пофигизм к своей игре. Если бы, к примеру, это была моя игра, я бы ни в коем случае не позволял делать то, что они сделали сейчас. Сейчас, что они сделали? Ну, первым делом, если бы это была моя игра, вот, объективно, что бы я здесь убрал? Первое, что я бы убрал, так это сплэш-пасс. Он здесь попросту нафиг не нужен. Да, я понимаю, что тем самым разработчики получают больше дохода, они на этом, так сказать, зарабатывают, но я бы это убрал. Это попросту портит очень много чего. Вот эти все питомцы, которые, вот, видите, доступны в сплэш-пассе, я бы их сделал, ну, просто бы навесил бы какой-то ценник и все, чтобы каждый мог купить здесь абсолютно любой предмет. Так было бы, ну, как по мне, очень даже честно, а не как они сделали, да, то бишь, вот, добавили все в сплэш-пасс и все, и делай, что хочешь, ты купить предмет никак не можешь, только если будешь покупать сам сплэш-пасс, и там уже его сможешь выбить. Вообще, если задуматься, то акулы в этой игре не есть такими плохими. Да, они более, знаете, такие как мультяшные, потому что если сравнить, допустим, эту игру и Hangry Shark Evolution, то в Hangry Shark Evolution там акулы выглядят более устрашающие, что ли, они там более, более реалистичные, как бы это глупо не звучало, но так оно и есть. Вот, а здесь они выглядят как-то очень сильно мультяшно, но в этом и есть своя доля, свой плюс этой игры, понимаете? И как раз таки, что я хочу сказать, что вот эти первые акулы, вот этих вот классов, они еще выглядели очень даже хорошо. Серьезно, вот эти акулы, они очень крутые. Ну, то бишь, у каждой акулы свой дизайн, и это очень сильно радует. Ну, смотрите, вот, у этой свой дизайн, у этой. То есть, видите, здесь дизайн акул, он не повторяется, и это самое главное, это самое главное. Ну, только вот, видите, здесь гигантская акула-молот, это уже, получается, повторение дизайна вот этой вот акул... Нет, где она? Где она? Где она? Где она? Акула-молот? Ты где? Вот, видите? Вот, обыкновенная акула-молот, и здесь у нас уже идет гигантская акула-молот. Вот, видите, то бишь, вот здесь они разочек повторили дизайн, но это не есть плохо, это не есть так плохо, как может оказаться. А чем дальше, тем хуже. Вот, большая белая акула, взяли, просто повторили дизайн, просто немножечко изменили, скажем так, тисторку, и всё. А так, то, в общем, это одна и та же акула, только немножечко изменена. Дальше, мегалодон, ну ладно, здесь мегалодон выглядит как совершенно новый, ну, то бишь, вот, по дизайну он не похож, как на большую белую акулу. Вот, дальше у нас легендарная белая акула, но здесь, думаю, комментировать даже не нужно, это просто скопированная белая акула, на неё просто наложили несколько новых текстур и всё. Большая мамочка, кстати, это очень классная акула, как по мне, которую просто делали с нуля, ну, то бишь, ну, это совершенно новая акула. Это тоже было круто, вот, косатка, тоже полностью новая акула. Вот эта акула была тоже новой, вот эти все акулы, они, ну, вот эта акула уже была немножко похожа на мегалодона, то бишь, они взяли текстурку мегалодона и просто переделали её, это уже, как бы, понятно здесь по внешнему виду. Это совершенно новая акула, это, это есть, если я не ошибаюсь, есть ещё мистер кусак в Hanger Shark Evolution, и этот скин вообще, они просто взяли и, грубо говоря, стырили с Hanger Shark Evolution и поставили её в эту игру. Ну, это, опять-таки, одна и та же компания, так что они это имеют право, как бы, но зачем, непонятно. Вот, матёрая белая акула, то бишь, здесь тоже просто скопирован дизайн. Акула-робот, вот, акула-робот, это, это совершенно новая акула, но проблема только в том, что они её взяли и стырили с Hanger Shark Evolution, к сожалению, вот, тёмная магическая акула, её тоже стырили с Hanger Shark Evolution, это совершенно новая акула, только она какая-то очень странная, и даже она не есть очень сильной, так что, ну, какая-то, какая-то дичь, скажу вам так честно, какая-то просто дичь, мне эта акула вообще не понравилась. Так, с древним Агалодон, ну, здесь уже всё, всё понятно, что здесь уже идёт просто наглое копирование, вот, просто берут, копируют, копируют, меха-худкулу они скопировали с Hanger Shark Evolution, там они тоже добавили Годзиллу, скажем так, о, боже ж ты мой, вот, ещё одну Шин-худкулу добавили, космический Алан, который был скопирован с Hanger Shark Evolution, акула-бездны, которая тоже была скопирована, нет, они, знаете, акулу-бездны они скопировали вот, нет, нет, не сюда, здесь, 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 она есть, она здесь присутствует, так, где она, вот, видите, тёмная магическая акула, запомнили текстуру. Теперь идём дальше, и что мы видим? Что мы видим? Акула почти ничем не отличается, просто немножко больше, само собой, и здесь есть некоторые текстурки наложены, и всё, больше здесь ничего нету. Дальше у нас идёт уже здесь пугающее про матерь, ну, здесь, что я могу сказать, даже если судить этот скин, ну, эту текстуру, этого скина, скажем так, то они здесь её очень сильно изменили, то есть добавили много, много шерсти или много волос, это, конечно, странно, но вот, они добавили много волос, много шерсти, вот этого вот, всего вот, и, честно, они её сильно изменили, они её очень сильно изменили, так что, хотя бы в этом плюс, что, хоть они её и изменили, просто взяли нагло копировали и изменили, Но изменили они ее очень сильно Почти что недоузнаваемости Вот еще и корону почему-то добавили У меня такое чувство, будто эта акула Это как будто отсылка к какой-то игре Типа этот внешний вид Скажем так, вот она просто выглядит Как будто вот корона какая-то Но это что-то должно значить Но я просто не понимаю что Как будто какая-то отсылка к какой-то игре Но я наверное слишком тупенький И не понимаю к чему эта отсылка Но слушайте Я сейчас не разочарован Потому что геймплей на этой акуле Меня просто поразил То бишь я ожидал худшего Но в итоге получилось даже Ну даже неплохо, я даже признаюсь Даже хорошо Так что разработчики Пожалуйста прислушайтесь К своим фанатам, к своим Подписчикам и наконец таки Сделайте то о чем вас просят Очень и очень многие Это просто добавить новую Совершенно новую акулу Ну надеюсь что это будет Я надеюсь что рано или поздно Это к разработчикам дойдет Наконец таки Но сегодняшний видосик у нас Получился очень и очень большим Понимаю для кого-то это Уже наверное сейчас просто Вы сидите и такие О боже да Скорее бы я уже закончил этот видос Да, но С другой стороны я планировал Сделать такой большой видос Потому что хочется много чего Рассказать по поводу этой игры И в этом видосе у меня Все получилось Высказать все что я хотел Я высказался Так что я сейчас Очень и очень сильно рад Если данную игру Опять рано или поздно Обновят Обновят Точнее извиняюсь Если эту игру обновят То обязательно пишите мне Под всеми видосами В комментариях Просто пишите что Вышло обновление Потому что Кто не знает На данной игре Ну и на Hanger Shark Evolution И на Hanger Shark World Был создан мой канал На данных двух играх Мой канал Скажем так Зародился И на взломах конечно же Так что Я всегда буду рад Заснять видос По поводу этой игры А уж тем более Если это будет Какое-то 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 обновление Это будет еще более лучше Так что Пишите Обязательно пишите Если будут в будущем Еще какие-то обновления Вот Я обязательно запишу видосик Ну и в принципе Ребятки На этом все Так что Вот такой вот обзорчик Получился Честно Я безумно сильно рад Что записал этот видос Так что Как-то Вот такой вот видосик У нас сегодня получился Ну а вы были на канале Эйкзи Так что Всем спасибо Огромнейшее спасибо за просмотр Вы были на канале Эйкзи До скорых встреч Всем удачки И всем Пока-пока